добрый день дорогие моих я топлю баню сегодня у нас суббота а на улице такая красота все так блестит прямо настоящие золото и бриллианты вам пойдем сейчас туда там как будто россыпь алмазные все красиво и это настоящие сокровища хотя я поговорить с вами хочу не об этом сокровище о сокровищах кремля помните я вам несколько раз снимал кремль и в кремле рассказывал о некоторых потребностях или о некоторых недостатках они были очень странные эти недостатки но самый смешной это то что в рекламе кремля было четыре ошибки грамматических на которые я указал ну и самое интересное что их исправил но там было еще несколько таких проблем которыми я выступил к елене гагариной это директор музея кремля и выступил дважды два раза я писал ей письма и один раз записывал ролик с некоторыми замечаниями и просьбами и это вы можете увидеть но давайте я вам даже болельщик поставлю и к елене юрий у меня есть несколько претензий первые претензии елена юрьевна здесь собираются деньги с верующих людей я понимаю что этот доход я понимаю что этот доход вам это первое во второе здесь основным экспозиции которые вы показываете являются иконы и святые вещи ну и мощи выставлены как просто экспозиции которые нужно смотреть на самом деле это небольшая часть нашего в том числе богослужения и культуры и вы ее могли бы дополнить если бы в храмах звучало еще и духовные песнопения второе обращение мое к святейшему патриарху ваше святечество это кощунство когда у нас в наши великие храмы к нашим великим святыням нужно покупать билет и проходить по нему для того чтобы помолиться и третье мое обращение конечно к президенту владимир владимирович все энциклопедии все значит справочники говорят что кремль это центр государственной духовности центр государства я вижу как вы ездите маленькие храмы в деревнях в селах и в других городах были и в суздале и в других местах вы нигде не покупали билета чтобы войти в этот храм поэтому толпами надо толпами нам надо сделать так чтобы здесь этим заезжим прихожанам и иноязычным негде было здесь ходить и они видели сколько здесь нас верующих любящих свою родину любящих свою церковь и любящих господа нашего иисуса христа и среди всех этих замечаний всех этих просьб была одна покажите сами этот кремль как же так он у нас есть а увидите его могут только туристы я то вот то что я в кремле снимал снимал я вам так скажу честно тайно там же практически везде запрещено снимать хотя я видел что охранники видят и закрывает на это глаза поскольку они сами понимают что то что там есть это ценность общая и она для всех думать что ты ее вот так здесь покажешь всем если они приедут как туристы это не знаю видите ли вы или нет вот там блестят все верхушки это конечно напрасная надежда во первых всю страну и не перевозишь во вторых и нет возможности у всех это делать и поэтому указано и мною какие-то недостатки я гляжу исправили первое письмо было зажгите лампады перед иконой архангела михаила и перед остальными иконами они же должны быть служить эти иконы одна из показателей что они живут это живая лампадка до лампада зажгли правда зажгли их электронные но ничего все равно как-то сразу оживился и храм и здесь все иконочки мне кажется стали веселее смотрите я вам показывал письмо борьба за то чтобы появились лампадки архангела михаила всех остальных конечно тут были раньше наши и богатые конечно такие лампадки но вот все таки появились в таком виде то что я послал это письмо в кремле то что опубликовал может быть как-то повлияло когда они появились месяц назад мне говорила женщина что ничего нет идите проверьте вот я пришел проверил потом я просил решить этот вопрос почему верующие у нас с вами ходит в кремль платно то есть я хочу просто помолиться мне надо заплатить деньгу чтобы в храм зайти мне сказали ну когда там службы вы бывают там приходят по билетам и это бесплатно меня это не удовлетворило если я не на службу если я просто хочу помолиться так что вы думаете там кое-что сделали во первых всем работникам и служителям храмов если у них есть какие-то свидетельства о том что они работают там удостоверение священника то им дают бесплатный билет это раз во вторых я прямо спрашивал там кассиршу говоря если я не имею скажу я просто помолиться хочу сказал ну ладно дадим и дали мне тогда этот бесплатный билет я думаю это хорошо больше того дети москвы получили же специальные карточки вот у меня внук получил по которым можно ходить по музеям правда не совсем и не по всем но в кремлю можно и в кремле тоже можно посмотреть школьникам правда он какое-то время был закрыт из-за ковида но сейчас например возобновились но самое интересное что я елене писал о том что покажите кремль покажите ценности кремля писал три года назад и ролик то об этом три года назад я выпустил и тишина думаю ну как же так вроде ст это очевидно что нужно кремль снять его хорошо показать правда мне говорили что там есть проблемы безопасности что это все-таки учреждение где еще и находится первое лицо поэтому показывать как чего и как расположена нельзя я думаю это так это очень старый на все там все знают особенно шпионы где чего давно уже все сняли поэтому я думаю это не главная причина что не показывает целиком этот кремль но вышел фильм сокровища кремля я как услышал что его выпускают так обрадовался думаю ну надо же и в анонсе фильма рассказывают что три года назад вот пришла идея что нужно показать сокровища московского кремля и нашли режиссера там нашли всех кого надо и сняли этот сериал сняли сериал я так ждал этот сериал думаю ну все теперь народ увидит что такое кремль что его сокровища и будет вдохновлен и мотивировал тем что у нас есть такие ценности и эти ценности говорят о величии страны и и и начался с жадностью смотреть эти фильмы вы не представляете как я разочаровал у меня просто как говорится нет слов как фильмы сняты во первых во первых тематика взяла не столько сокровища сколько история и эти сокровища всего лишь элементы как бы истории которые у нас хранится в кремле через эти сокровища так вот история да какие то открывают нам определенные тайны но это банальнейшая история которую мы сто раз уже слышали про всех этих петров про всех этих павлов про их значит склоки и про то как они друг друга не любят ну мне кажется к сокровищам россии или кремля это вообще мало имеет отношения вот потому что сокровище это отдельный объект а история это другое другое это раз во вторых и история представлена таким банальнейшим образом для четвертого класса школы но картинки то зачем такую псевдографику вставлять все оформили через черно-белые картинки когда у нас есть на всю эту историю настоящие культурные наследия у нас есть картины у нас есть литография у нас есть иллюстрации к разным книгам настоящие которые тоже являются сокровищем нет вот такую графику какую-то напичкали только чтобы она подтверждала текст я то знаю как это снимать то есть видеоряд должен подтверждать тот текст который идет ну так вот можно подтверждать знаете ценностью сокровищем показывая его а можно вот такой банальной картинкой как даже додумались до этого я не знаю в общем это меня очень удручило давайте я вам на примере одного из фильмов сериала покажу насколько некачественно снят сериал если не сказать больше в конце я дам основную характеристику тем кто этот сериал создан а сейчас хочу вам показать как же нелепо или как же безграмотно он снят оружейная палата музеев московского кремля является хранилищем высочайших ценностей российского государства ядром этой коллекции являются государственные регалии которые участвовали во всех церемониях венчания на царство великих князей а затем церемониях коронации царей и императоров мы расскажем вам о военных победах об удивительных личностях которые связаны с историей российского государства и о тех драгоценных предметах которые являются гордостью нашего музея я возьму всем известный эпизод жизни российской империи это нашествие наполеона фильм про это нашествие называется эвакуация и фильм имеет следующее содержание жил-был хороший правитель франции наполеон наполеон любил собирать ценности не простые ценности а любил собирать основные ценности разных стран регалий собирал он их не для себя он в лувре задумал создать музей мирового значения поэтому ему эти ценности привозили из-за рубежа из Италии ну в общем из разных стран привозили эти ценности бонапарт провозгласил себя господином мира трофеи со всего света служили наглядным доказательством что не было на земле никого равного ему произведения искусства из Италии из Испании из немецких стран привозят во Францию в Париж в Лувр который в период первой империи получает название музей наполеона и они по мысли наполеона должны составить коллекцию которая должна была представить собой некий сверх музей утверждающий и наглядно показывающий величие нового императора Наполеону не хватало русских ценностей поэтому Наполеон собрался и пошел на Россию ему начал сопротивляться нехороший Александр Первый Наполеон его считал вообще неумным Александр Первый сразу сдастся и поэтому он решил что он пойдет и захватит Россию Впереди Наполеона шестовала слава непобедимого полководца за Александром тянулся шлейф презрительного скепсиса Наполеону доносили даже приближенные русского царя позволяли себе шептаться всего ожидаю от малодушной слабости Александра после первого потерянного сражения он уступит все земли под Вине и Днепру после второго Петербург и Москву при этом с Наполеоном идет весь фильм войско из трех человек третье человека крадутся по лесу и по речке ну и эти же три человека появляются в образе русских солдат их убивают но наполеоновские выживают так вот когда наполеон шел к Москве за ним зачем-то следили несколько казаков несколько казаков когда Александру доложили что великая армия Наполеона перешла границу лицо русского императора ничего не выразило оно как обычно оставалось красивым и неподвижным картины с него писать должно быть хорошо замирает словно не человек Наполеон злился он не понимал что происходит почему за продвижением его армии было всего несколько казаков что это значило Бонапарт не планировал продвигаться вглубь России но и здесь его тоже никто не ждал не идти же было обратно так какого же черта подумал Наполеон куда провалился Александр эти казаки видимо недоумевали зачем он идет на Москву чего ему там нужно шпага вынутый из ножен Александр испуган и хочет помириться но мир я подпишу в Москве надо отбросить их во льды чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы цивилизация отвергает этих обитателей севера Европа должна устраиваться без них и когда Наполеон подошел к Москве то он задержался на два часа на поклонной горе ждал ключей невозможно 14 сентября французские войска вышли на вершину поклонной горы отсюда открывался вид на город до которого было рукой подать стоя на поклонной горе Наполеон ждал ключи от Москвы и возможно хлеб соль по русскому обычаю время шло но ключей все не было офицеры посланные им в Москву возвратились со словами город совершенно пуст ваше императорское величество Наполеон все пытался понять чего же добивался Александр и от чего не принесли ключей ключей не было и это действительно так поскольку ключей не было ни для Наполеона ни в физическом смысле дело в том что ворота Кремля закрывались в это время на щеколды он не знал что ключей то нет опять ему обманули москвичи которые эти ключи не вынесли в это время в Кремле ему готовили провокацию нашелся такой хранитель ценностей Кремля который эти ценности должен был перенести в оружейную палату которую построили но пришел Наполеон у Наполеона был помощник глава Москвы Ростопчин Ростопчин не давал этому хранителю ценностей вывести ценности из Кремля прямо всячески сопротивлялся ему Валуев написал два письма что ценности нужно вывести но Ростопчин ни в какую он сказал пока не подойдут к Москве я не дам такого приказа Ростопчина того самого Ростопчина с которым у Валуева были преотвратные отношения но это явно был человек твердых своих принципов которыми он не желал поступаться но примерно таким был и Валуев главное в чем до последнего убеждал городоначальник москвичей что город не оставят ни при каких обстоятельствах Валуев иначе оценивал происходящее два сына его теперь стояли против наполеона как всякий отец Валуев переживал с тревогой ждал вестей и понимал что единственный способ отвлечься от дурных мыслей заняться делом тем что было поручено императором спасать сокровища однако без распоряжения Ростопчина эвакуацию начать будет невозможно слишком хорошо Петр Степанович знал Федора Васильевича Валуев уже второй раз обращается к Ростопчину с просьбой разрешить подготовку эвакуации оружейной палаты незамедлительно Ростопчин отказывает ну и что Валуеву пришлось придумать как обмануть Ростопчина он начал собирать эти ценности опять под видом что он перенесет их в оружейную палату собирал эти ценности насобирал он их в 150 ящиков 150 ящиков которые постелили там ткань ветошь ну в общем все которыми он видимо хотел из одного места из хранилищ перенести в оружейную палату Ростопчин он об этом ничего не знал все это делалось тайно Наполеон да давайте я уж закончу про Валуева он погрузил эти ценности в эти 150 ящиков и тайно вывез из Кремля наконец через кремлевские ворота вышел обоз из 150 подвод подвод сотрудники оружейной палаты были одеты как обыкновенные купцы нужно было создать впечатление что никаких особых ценностей обоз не перевозят Ростопчин не смог раскрыть эту тайну 150 вазов вышли из Кремля и слепой глава города Ростопчин об этом ничего не знал интересно что эти вазы в какой-то момент эти ящики были перегружены на пароходы вот смотрите картинка пароходы идут пароходы видите дымят эти пароходы но потом почему-то к Нижнему Новгороду эти ценности прибыли на барках на барках те же самые значит картинка те же самые пароходики которые дымят 22 сентября 1812 года барки с кремлевскими сокровищами прибывают в Нижний Новгород оказались барки в конце это я специально конечно иронизирую потому что я вам расскажу в чем отличие пароходиков барок и так далее но это будет дальше что дальше Наполеон который все еще любит кремль вот он так гладит постоянно в фильме Успенский собор семь раз он гладит этот собор ходит недоумевает где же у него сокровища а сокровища оказывается еще и поправили по тайникам дальше что происходит дальше этот растопчин прямо настоящий как говорится коварный человек по определенным часам которые хранятся до сих пор в фонде приказал поджечь москву поджечь и москва заполыхала заполыхала так что наполеону пришлось он вынужден был покинуть москву больше и согласно этой записке якобы именно по этим часам был отдан приказ о начале поджога москвы окна дворца выходили на москва реку наполеон стоял в огромном абсолютно пустом зале и смотрел в окно в этот момент он увидел чудовищный грандиозный пожар из кремля нужно было бежать и уже через несколько дней наполеон вынужден был покинуть кремль и как пишет также один из мемористов генерал десигюр они пробирались между огненным небом и огненной землей больше того его войско так жило в москве что ходила сыто пьяно и начало разлагаться это еще одна проблема что войско начало разлагаться но когда наполеон отдал приказ выходить из москвы французы что сделали они пробивали сквозь огонь пожара выходя при этом спасали ценности московские спасали анархия охватила город пьяное неистовство захватило дома и полыхнул огонь прекрасный и великий город Москва более не существует Ростопчин его сжег так такое поведение ужасно и бессмысленно писал наполеон одновременно негодуя и пытаясь оправдываться Александр хранил молчание у членов его семьи уже не выдерживали нервы они уговаривали государя заключить наконец мир с наполеоном но приняв однажды решение Александр не собирался его менять спасали спасали ценности они говорят ну вот раз уж русские отдали огню все это то надо спасать и вот там разные солдаты набрали себеевренных других и так далее тому подобные ценности в современной истории нет ничего похожего на этот страшный эпизод есть ли это священный героизм или дикая глупость доведенная до совершенной крайности я придерживаюсь последнего мнения да это не иначе как варвары скифы сарматы постараемся вырвать у огня все что можно не дадим русским радоваться их варварскому торжеству и воспользуемся по крайней мере тем что они бросили имеем же мы право воспользоваться тем что они оставили огню в результате как вспоминали очевидцы солдаты всех европейских наций маркетантки каторжники проститутки бросались в запуски в дома и церкви уже почти окруженные огнем и выходили оттуда нагрузившись серебром узлами одежды и прочим и наполеон ушел уйдя он написал жалостливое письмо Александру второму этому лживому этому коварному политику наполеон вдруг понял смеялись над воинской бездарностью Александра а в глупом положении оказался он сам он отдавал ему должное как опытному политику хитрому лукавому лживому уйдя он написал жалостливое письмо Александру второму что я пришел к тебе с миром и ты брат мой если бы ответил мне хоть одной записочкой я бы ушел спокойно ничего не сделав и я молю бога чтобы ты брат сохранился в целости и сохранности и был здоровый вот такое письмо написал хороший наполеон плохому Александру первому если ваше величество хранит еще какую-то часть тех былых чувств вы благосклонно примите это письмо посему милостивый государь брат мой молю бога чтобы он хранил ваше величество и берег под своей святой и достойной защиты и ну как говорится ушел не холодно не солоно хлебавши вот такой сюжет этого фильма а теперь давайте я вам расскажу что не так в этом сериале причем я как профессионал понимаю что текст в сериале идет не только тот который звучит но еще видеотекст это же тоже очень важный текст видеоряд который может изменять и или дополнять тот текст который идет речью и это тоже очень важный процесс который те кто знал что делают они сделали то что им хотелось и недостатки сериала следующие значит первые пожрали Субтитры создавал DimaTorzok